На 83-м километре трассы Р-404, соединяющей Тюмень с Ханты-Мансийском, а конкретно в Ярковском районе, это в Тюменской области, можно было бы добавить и в рубрике «У наших восточных соседей», но эта трагедия больше про нас, чем про соседей. Ибо в этом замесе погибли трое детей и их дедушка, ехавший в болиде со 196-ми свердловскими номерами. Фабула замеса пренаибанальна. Вечером на трассе сломалась фура «Мерседес» и дальнобой запарковал ее на обочине. В это время по той же трассе в предзакатных сумерках катился белый болид «Киа Соренто» 2015 года выпуска, пилотируемый 63-летним рулевым. С ним на борту находились его 17-летняя внучка и два внука, 12 и 13 лет от роду. Куда они ехали не сообщается, но можно предположить, что летом дедушка повез каникулярных школьников на... Ну а дальше вариантов множество, куда дедушка мог повезти трех несовершеннолетних внуков из Свердловской области. Но теперь это в сущности уже не имеет никакого значения. По какой-то пока непонятной причине. 63-летний, читай, опытный пилот, выкатился на обочину, и киянка забилась под стоящую там фуру по средней стойке. Автомобилем Киева управлял 63-летний мужчина. В автомобиле находились трое его несовершеннолетних внуков. Все четыре человека погибли. Все произошло мгновенно, никто из четырех родственников не мучился. Но, думается, это вообще никак не утешит родителей, отправивших своих детей с дедом, который вечером то ли закемарил, то ли с ним случился какой-то приступ. Ну, в общем, в здоровом состоянии пилот не мог не увидеть перед собой такое огромное темное пятно, как корма фуры. А судя вот по этой фотографии, на которой спасатели еще не раздербанили киянку, доставая тела, все произошло при естественном освещении. Да, фура своим левым боком на несколько сантиметров вылезала с обочины на узкую трассу. Одна полоса туда, одна полоса сюда. Но ведь и болид напоролся не на выпирающий угол фуры. Он забился под ее днище практически всей мордой. То есть киевод достаточно глубоко заехал на обочину. Ну, а вообще это что-то из цикла «Судьба человека». Грузовой Мерседес волею небес сломался в таком неудачном месте, что погибли четыре наших земляка. Сам дальнобойщик в кабине здоровьем, естественно, не повредился.